Новый мост уже совсем не новый, очередные санкции США обрушили российский фондовый рынок, зато Саров скоро превратится в филиал рая на земле. О чем говорит город, говорим и мы. Мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире программа «Соседский Wi-Fi». С вами Лидия Шулаева и Кирилл Васенин. Подключаемся! Подключаемся, друзья! Чем же живет у нас Саров на этой неделе? Кирилл, вообще предлагаю начать с твоей любимой темы. Я знаю, ты безумно влюблен в наши саровские дороги и в тех, кто их ремонтирует. Я просто фанат, я тебе хочу сказать. Фанат, да. И у меня для тебя очередная потрясающая новость. Я даже сделаю вот так. Вещай. Вот так. Наш новый мост поплыл, полетел, посыпался. Опять, да, расшатались ограждения на Октябрьском проспекте, которые подходят к мосту, из-за того, что там посыпался бетон. Казалось бы, сдали-то его совсем недавно, 2 ноября к нам приезжало. Полгода, наверное, не прошло. Да, со 2 ноября приезжал губернатор моста, сдали, открыли движение в декабре, не прошло и полгода мост посыпался. Но я тебе хочу сказать, что хорошо, когда губернатор приезжал, и в ИО губернатора приезжал, он тогда не посыпался. Это был бы фиаско. А кто строитель-то? Этот мост строили те же люди, что и строили улицу Харитона. Я тебе хочу сказать, я там живу просто недалеко. Там вот такая вот яма была, вот такая вот на той неделе. Харитона тоже вся у нас в дырочку. Да. Вся у нас проеденная, вся у нас поломанная. Единственное, что утешает в этой ситуации, так это то, что и мост, и дорога на гарантии. Это значит, что никаких бюджетных денег не уйдет. В дыру больше. Золотает наш подрядчик. Фирма «Магистраль». Фирма «Магистраль». Компания, которая у нас выигрывает все тендеры, насколько я помню, на любое строительство почти любых дорог, которые ведутся в Сорои. К сожалению, альтернативей пока нет, я так понимаю. Ну, я не думаю, что альтернативы пока нет. Наверное, предлагают ребята самые интересные условия. Быстрее всех делают, дешевле всех делают. И потом на гарантии еще дорога. И на гарантии латает. Помнишь, мы пришли к выводу, самый лучший способ содержать дороги в порядке? Ай да, переделаю. Вот этот принцип, наверное, лежит в основании всего. А мне кажется, может быть, ребята, которые приезжают сюда, делают эти дороги, им просто нравится Соров. Они говорят, слушайте, давайте сделаем плохо. Ну, плохо, откровенно, схалтурим, заработаем денег, а потом еще сможем приезжать в Соров. Как на отдых сюда? Приехали на воду лечебнее? Я, кстати, с этой точки зрения, да, вообще не смотрел на этот вопрос, хотя надо бы задуматься, потому что наша многострадальная лестница «Миру мир». Кстати, ты не в курсе, там вот эту вот пунктационную ошибочку-то исправили? Не знаю. Но я точно знаю, что там опять обвалилась плитка. В восьмой раз. В общем, плитка снова обвалилась, ее снова наклеили, и не знаю, как надолго. Но меня, на самом деле, как филолога, больше заботит вот этот вот дефисик, который должен стоять между первым словом «мир» и вторым словом «мир». Самое кайфовое в лестнице «Миру мир», ну, во всяком случае, так было раньше. Самое кайфовое было, это вот этот большой прогал посередине, когда зимой, ну, я был маленький, когда зимой там все замерзало, там было замечательно кататься на дверце от холодильника, на линолеуме. А я думаю, что самое замечательное в лестнице «Миру мир» в том, что это единственная в мире лестница, которая дала имя одному известному в нашем городе архитектору. Не могу вообще не затронуть новость, о которой говорит вообще вся страна. Это, я просто теряюсь, про какие новости ты сейчас говоришь? Санкции. Ну, вообще, на самом деле, санкции, такое понятие достаточно абстрактное. Вот этот вот список расширился, сузился, расширился. Мы как это на себе прочувствовали? Фондовый рынок упал, акции полетели вниз, и вместе с ними наш деревянненький. Ну, вот честно, давай будем откровенны. Я как человек простой, как человек, у которого нет счетов в банке, я не зарабатываю миллионами, я не покупаю валюту. Я не понимаю, по кому бьют эти санкции? Ты испытала себе действительно, вот там прям вот прям санкции напали и гложат тебя? Есть ли это такое или нет? Ну, пока, вот в данный момент, нет. Я этого ничего пока не испытываю, но у меня пока нет крупных покупок. То есть там я покупаю бутылку кефира полбатона на ужин, и, в общем-то, на моем продуктовом пакете это никак не отразилось. Но возьмем путешествие, да, вот планирую отпуск, и я не знаю, как это падение рубля, и эти санкции отразятся на путевках. Это первый момент. Второй момент – недвижимость. Неизбежно цена квадратного метра, она все равно пойдет вверх. И когда автомобили, любая бытовая техника, любые крупные покупки, они будут дороже. Ну, насколько дороже? Пылесос стоил 5000 рублей. Ударил, поднялся доллар, один доллар там поднялся. Процентов 20, рост все равно будет. Ну, то есть 7000 рублей станет стоить. 7000 рублей. А при средних зарплатах в нашей стране берем провинцию 10-15 тысяч, 2000 – это существенная общая цифра. Есть еще один неприятный момент во всей этой истории санкций, это наши контрсанкции. А с ними что? А с ними, ну, ты помнишь контрсанкции 2014-го, когда мы потеряли сырый хамон. Все переживают до сих пор. Хамон, мы потеряли, но научились жить без хамона. Я до сих пор не научился. У меня муж научился делать его самостоятельно. Помнится, кто-то обещал привезти этого сыра. Он не доезжает, не доезжает. Сейчас мы рискуем потерять алкоголь, табак, лекарства. А альтернативу лекарству нам уже предложил депутат Петр Толстой. Можно заваривать кору дуба и боярышничком. Боярышничком, боярышничком. Да, в одной соцсети ему уже предложили, написали, что дуб предложил попользоваться своей корой. Я не знаю. Я взяла на вооружение, и вот ближайшие выходные я пойду в лесок себе коры дуба-то на скребу. А то мало ли что. И на тебя, Кириллушка, тоже. А сейчас я предлагаю посмотреть, что выяснила про санкции наша Ирина Вышегородцева. Вопрос ее очень-очень сильно затронул. Она обеспокоилась, пошла искать эти самые санкции на улицах нашего города и узнавать, что же саровчане думают о санкциях и как жить-то в новых условиях. Давай смотреть. Санкции Вообще не понимаю. Столько литературы перелопатила, и вот все равно ничего не поняла. Ну, санкции – это, наверное, какие-то меры, принятые против кого-то другого. Например, другого человека, другой страны. Санкция – это какое-то наказание в ответ на какие-то действия, которые вводятся чаще всего против государства, наверное. Ого, какая вы умная! А где же теперь купить шпроты? Шпроты? Там же, где они и были. Друзья, я нашла альтернативный вариант. Если вы встретили санкцию или у вас нет денег на маршрутку, то приходите в парк покататься на карусельках. А знаете ли вы, что такое санкция? А как же? Все делается против России. Вот санкции. А расскажите, что именно у нас делается против России? Санкции – вольт. Никогда не нужно врать. Можно я вас обниму? Пожалуйста. Мне кажется, снова придется открывать интернет и самообразовываться самой. Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, что такое санкции? Санкции. На что-то вводятся санкции, как удешевление, что ли, или чего. А как бороться нужно? Вот если я встречу, например, их на улице, что мне нужно им сказать? Не знаю, что это. Вы работаете, вы и говорите. Кто встречается с санкциями и кто их придумал? Женщина! Здравствуйте! Очень важный вопрос жизни и смерти. Подскажите, пожалуйста, что такое санкции? Не знаю. Люди, ну подскажите, что же такое санкции? Действия, которые применяются в отношении кого-то. А в отношении кого, например? Ну, в отношении, например, организации, страны. Можно, наверное, по отношению к человеку их применить. А вы знаете, что рубль упал? Упал. Знаю. Очень собирались в этом году в отпуск ехать с сыном. Собираемся, надеемся, что все нормализуется. Возьмите меня с собой. Ну, с удовольствием. Ну, дороговато. Люди! Люди! О, нашла. Что такое санкции? Санкции? Что такое санкции? Не знаю. А что такое эмбарго? Тоже не знаю. А вы знаете, что рубль упал? Ну, знаю, что рубль упал. А что же нам теперь с вами делать? Не знаю. Сейчас нам мелочь. Говорят, вы сегодня санкции подвозили. Ничего я не подвозил. А если проверим? Говорят, вы санкции везете? Да, везем. Везете? А покажите, как они выглядят. Открывайте, мы посмотрим. Ну, покажите, ну, хоть маленькие, маленькие, маленькие. Видно? Вон они лежат. Вон они, вон они, вон они. Я вот очень много литературы прочитала. Столько много интернета подняла. Так и не поняла, что это такое. Объясните мне, пожалуйста, можно ли ее потрогать, эту санкцию? Ну, мы ее ощущаем на себе. Те, кто осуществляет по закупке импортного оборудования, уже это ощутили. Ну, сейчас это скажется на стоимости бытовой техники. Производимые в основном за рубежом на автомобилях. Ну, в общем-то, мы все это почувствуем скоро. Но мы выживем. Конечно. Идеальный мужчина. А вот мы знаем, что вы сегодня санкции подвозили. Подвозили? Да. Да? Точно? Точно. А покажите нам, как они выглядят. Они были в пакете, я их не видел. Они в коробке с обещатками. Ну, они существуют? Да. А-а-а! Они существуют! А теперь, Кирилл... О печальном. Да, беда о печальном. Телеграм-то наш того. Уехал в телегу. Да, пришла беда, откуда не ждали, это называется. Хотя ведь Дуров, он же, ну, предоставил ключи в шифровании. Ты же видел. Он же это всенародно сделал и зафиксировал это во всех соцсетях. Фоточку започил. Вот они ключики, вот, пожалуйста, но не знаю, как мы теперь будем жить без телеграма дальше. Пожалуй, это была самая универсальная сеть, что ли, можно так сказать. Она была круче, чем все остальное. Ну, ты знаешь, многие люди говорят о том, что, в общем-то, это акция Роскомнадзора по повышению компьютерной грамотности среди населения. Мол, придется изучить все эти прокси, VPN и прочие радости. Но, как я заметила, по выходным, ну, можно установить и прокси, и какие-то другие обходные программы. Но многие каналы, на которые я была подписана и благодаря которым узнавала новости, они просто, ну, отказались от обхода. Ну, то есть ушли из сети. Да, как написал Вовк в своем канале, что, я считаю, ниже своего достоинства обходить систему, которая так со мной обходится. Многие каналы выбрали просто перестать писать. И смысл мне устанавливать какие-то программы, которые будут обходить блокировку, если я не буду получать информацию от своих информаторов, скажем так. С другой стороны, мне очень понравилось, знаешь, когда вот это с первого раза прозвучала эта мысль, что суд постановил, это было какого-то там числа. Суд постановил о том, что все, признать незаконным и заблокировать. И в этот же день на одном из федеральных каналов в новостях. Это было Россия, Россия, да, да, да. Говорят, ребят, и прям... Но они удалили, они потом удалили. Ну, сеть-то помнит все, ты же понимаешь. И там прям крупно, подробно, как, ребята, обойти блокировку в Телеграме. Если это государство блокирует, давай же будем откровенно, Россия-24 государственный канал. Государство учит меня, как самого его обманывать. Ну, на самом деле, мне кажется, что версия, что это акция Роскомнадзора по повышению компьютерной грамотности среди населения, вот эта версия наиболее близка к реальности. Ну, а пока, пока у нас вот есть еще остаточки Телеграма, я предлагаю узнать, что же выяснила на просторах Телеграма наша Наташа Петрунина. Наташа, жги! За закон, на основании которого мессенджеры должны предоставить доступ к своей переписке, почти все затруднились с ответом. Даже эксперт интернет-отрасли Сергей Гребенников не смог ответить на вопрос. А Владимир Жириновский сравнил ключи шифрования с пин-кодом в банке. Тем временем, по данным канала «Сталин Гулаг», Роскомнадзор, пытаясь заблокировать Телеграм, заблокировал более полмиллиона айфедресов. В итоге, касса в гипермаркетах, два крупных банка из топ-20, ряд частных клиник, платежная система и другие сервисы перестали работать. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже завел себе аккаунт в мессенджере ICQ, сообщил нам канал 360 ТВ. Песков пояснил, что зарегистрировался в приложении, рассматривая его как возможную альтернативу Телеграм. «Пробуем пока», — сказал Дмитрий. Кстати, любимый всеми в начале 2000-х мессенджер ICQ принадлежит небезызвестный Mail.ru групп. Канал «Медиаликс» на днях порадовал своих подписчиков новостью о том, что у 47-летней, да да, вы не ослышались, у 47-летней Джины Стюарт из австралийского города Голд Кост неплохие шансы выиграть конкурс СМИ-журнал «Максим» в своей стране. И это при том, что она не только мать-одиночка с тремя детьми, но с недавних пор еще и бабушка. Стюарт всерьез рассчитывает на победу и планирует пожертвовать призовые 10 тысяч долларов своей лучшей подруге, у которой недавно случился инсульт. Весник России не остается в стороне от одной из главных проблем нашей страны. Да, друзья, это постарали не весенние полевые работы, а ремонт трассы в Ульяновской области. А к соседскому Wi-Fi тем временем подключился депутат городской думы Петр Смирнов. Привет, Петр. Да, добрый вечер. Прошу прощения, какой пароль? Здравствуйте, Петр Павлович. Здравствуйте. W-I-F-I-2018. Подключайтесь. Спасибо, я подключился. Ура! Добрый вечер, Лидия. Добрый вечер, Петр, скажи, пожалуйста. Нанотехнологичный депутат. Скорбишь ли ты так же сильно, как скорбим мы по утрате нашего дорогого телеграмма? Да, нисколько не скорблю. Ну, потому что никуда он не делся. Вообще, я сделал два вывода из этой блокировки. Например? Вообще, из этого события. То есть, понимаешь, решение суда, да? Вот это решение суда, как у нас сейчас принято говорить, оно в такое состояние highly likely. Highly likely. Мы на русском канале, на русскоязычном. Вот это выражение, оно подразумевает, как это сказать, наиболее вероятно переписка шифруется. То есть, и суд это подтвердил. И теперь те, кому нужна действительно шифрованная переписка, закрыта от, так сказать, ясного взора наших спецслужб, они все равно будут им пользоваться. Поэтому никуда он не денется. Не на русском, значит, на английском. Ну, вот о чем мы говорили с Кириллом до того, как ты подключился к нашему соседскому Wi-Fi, мы потеряли источник информации, потому что многие каналы, которые публиковали там какие-то свои инсайды, они просто перестали обновляться, начиная с пятницы. Ну, не все. На самом деле, многие, условно говоря, не анонимные каналы, то есть теми людьми публичными, то есть политики, которые вели публичные каналы, там частные лица в том числе, они сказали, все, мы законопослушные граждане уходим. Но анонимные каналы, новостные агрегаты... Самый жесткий инсайт, где был как раз на анонимных каналах. Да, то есть там вот откуда действительно основной поток информации черпается, они устроили новую форменную истерию, «Ребята, срочно все оставим прокси, VPN, ну, как вы правильно заметили». Ну, прокси законно, VPN незаконно, прокси законно, ставь, и... А их тоже собирается отслеживать и блокировать? Ну, там по заявлению, сюда блокируют, то есть это не просто всех сразу, а вот точечно нашли прокси-сервер, точечно еще один нашли, глава Роскомнадзора вообще сказал, что они не будут не гоняться за пользователями, они будут следить за операторами, чтобы те выполняли условия блокировки. На самом деле, представь, то есть законодатель говорит, ну, например, вот тебя останавливали полицейские, обыскивают, ну, условно говоря, там, подозревает себя в чем-то, ведет в комнату досмотра, берет твой телефон, ну, условно говоря, смотрит, у тебя стоит телеграм, он показывает какие-то сообщения, значит, у тебя по-любому стоит какой-нибудь VPN, и по этому делу сразу заводится... Уголовный. Уголовный преследователь. Уголовный или административный. По-моему, ну, неважно, понимаете, то есть вы априори, установив программное обеспечение на свой телефон, становитесь преступником. А я бы, знаете, еще ввела уголовное или административное наказание для тех людей, кто ставит неправильное ударение обеспечения у нас, Петр Павлович. А еще просто поролишь свой телефон, и до свидания, все остальные. Ну, тоже вариант. А теперь есть старый надежный способ добывания информации. Вопрос от Кирилла, наша нетрадиционная рубрика. Наша нетрадиционная рубрика, Петр Павлович, вы сегодня первый кандидат. На выбор. Итак, в чем она заключается? Все очень просто. Я называю две вещи, надо выбрать одну из них. Не что-то другое, которое тебе больше нравится, Петр Павлович, а конкретно из этих двух вещей. Это сурово. Я не знаю, о чем ты хочешь сейчас. Первый или второй вариант. Я тебе открою больше, и Лидия Валентиновна не знает, о чем будет. Это сюрприз вообще. Давай, Кирилл, погнали. Итак, ну, первый, самый простой. Жавруна или сова? Сова. Отлично. КВН или Камеди? КВН. Божечки, да вы любите федеральный канал. Android или iOS? Android. Хорошо. Любит заморачиваться. Купить фильм или скачать пираточку? Купить. Пираточку. Купить пираточку. Вот это даже диск 18 фильмов на одном. Были такие темы были, да. Бар или ресторан? Бар. Блондинки или брюнетки? По совету Лидии Валентиновны. Мой синий. И санчик. Облачки. Я не советую ни блондинок, ни брюнеток. Блондинки или брюнетки? Вот о чем. Блондинки или брюнетки? Брюнетки, очевидно же, но... Очевидно, к кому? Ладно, мясо или рыба? Мясо. Голубая лагуна или секс на пляже? В смысле? Секс на пляже. У меня есть вопрос. Петр Павлович, говорят, что вы тут, возвращаясь к новостям местным, к новостям обсуждаемым, говорят, вы против парковок, расширения парковок в нашем городе выступаете. Расскажите подробнее нам об этой своей весьма неоднозначной позиции. Ну, тут, наверное, надо какую-то историческую справку привести, да? Нет, можно просто объяснить, почему нет. Почему? Да потому что, на самом деле, я не против парковок, я против неразумных нормативов. Но дело не в этом. Нормативы градостроительства, которые были приняты совсем недавно городской думой, никаким образом и никак не отразятся на жизни старого района, депутатом, которым я являюсь. То есть количество парковочных мест от этих нормативов там никак не увеличится. То есть это, ну, мертвым припарком, условно говоря. А что там есть? Вот я неосведомленный человек. Подождите, подождите. А теперь ценность. Тут прямо это то, с чего вы начинали передачу, что наш чудесный Саров может превратиться в город-сад. Точно. Филиал рая на земле, да. Я вот тут специально распечатала некоторые странички из этих нормативов. Я даже не понимаю, о чем она говорит. Так прикольно. Вот, значит, мне очень нравятся некоторые цифры просто вот на вскидочку. Давай. Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой. Ну, стадионы. Стадионы. Единовременная пропускная способность на тысячу населения. 81. Умножайте на количество жителей, Петр Павлович, у вас с математикой хорошо. Примерно тысячу стадионов, что ли, или что? Или я плохо понимаю, что там? 8100, ну, там где-то. 8100 должны заниматься вот на этих плоскостных объектах легкой атлетикой. То есть, ну, по сути, это очень большое количество. Это десятый житель города, ну, грубо говоря. Грубо говоря, да. Ледовые катки и конькобежные дорожки. 365 показателей на тысячу населения. Это же вообще нереально. Универсальные спортивные залы. Одновременно. 202 человека. Минимальные нормативы. Плавательные бассейны. 169. Представляете? 169. Это 80 человек на дорожке. Это очень плохо. Это 169 человек на тысячу. На тысячу населения. То есть, это какие должны быть бассейны, чтобы обеспечить вот такую единовременную пропускную способность. А еще, знаете, еще мне одна цифра понравилась. Да. Места массового отдыха на водных объектах, в скобках, пляжи. А площадь на одного посетителя 8 квадратных метров. Да это больше, чем моя кухня. Это больше, чем моя кухня. Представляете? Я тебе открою секрет. Походу, у нас одинаково в размере кухни. В районе 6 метров. 6 квадратов моя кухня. При этом, по этим нормативам, на пляже мне должны предоставить 8 квадратных метров для отдыха. То есть, я пришел. Город-пляж. Не, я пришел, говорю, детишек с соседями. Майами. Так, ну-ка, двинули. Это мои 8 квадратных метров. Только сдвинулись на свои 8 квадратных метров. Вот, ну вот мы и поугарали, поражали над этими нормативами, в которых мы ничего не понимаем. Вы, Петр, за них голосовали или не голосовали? Вы их обсуждали? Вы о них думали? В общем, расскажите, да, что такое 8 квадратных метров пляжа? Ну, честно говоря, я не знаю, кто это придумал. Вот, более того, этот документ, как, ну, оказалось, не соответствует техническому заданию, да, на разработку этого документа, о чем я, собственно говоря, с трибуны говорил. Плюс достаточно много таких неоднозначных, ну, я считаю, что это достаточно весомые вот эти все цифры, да, которые, по сути, наложат на нас обязательства их выполнить. Ну, то есть, как-то мы должны будем вам, господа, вот нам здесь 24 квадратных метра пляжа в Индополож, да. Предлагаю выездное потом съесть, сделать соседский Wi-Fi летом. Проведен соседский Wi-Fi на пляж и замерим квадраты. Вот, так а про парковку? Я буду вещать со своих 8 квадратов, а ты вещай со своих. Да, гостю предоставим свои, это будет больше, чем наша студия сегодняшняя. Да, про парковки я тоже распечатала табличку, и, казалось бы, красивая табличка рисуется. Да, вот стоянки для постоянного хранения. Если это дом бизнес-класса, два машина-места на квартиру. Я покупаю квартиру в доме бизнес-класса, и я вообще не заморачиваюсь, где мне ставить свою машину. Я должен приехать, у меня должно быть место. Да, два машина-места. Если это эконом-класс, одно и два машины-места. Эконом-класса, кстати, как такового уже нет, но почему-то в нормативах. Стандартное жилье, это лучше называется. Стандартное жилье, да. Один и два машины-места, даже не одно. И тут муниципальное жилье, одно машины-места, специализированное жилье. Вот что такое, кстати, специализированное жилье? Ну, скорее всего, для инвалидов может быть что-то такое. Больше вопрос вызывает не что такое, вот все эти четыре класса, а кто будет определять, к какому классу относится то или иное жилье. Ну, мне кажется, опять-таки, депутаты нашли гениальное решение. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Если застройщик назвал себя бизнес-классом, он строит два места. По крайней мере, так запреда Гордумы нам рассказал на заседании комитетов, что застройщик сам называет. Он может построить хоромы, но назвать это эконом-классом, и тогда он будет делать один и два. Что-то мне подсказывает, что у нас все будут специализированные жилье строить. Да, да, да. То есть застройщик сам коррупцией попахивает. Очень сильно. Послушай, вот как чиновник с застройщиком сядут, поговорят, так оно и будет. Понимаешь? Ну, это действительно так? А на самом деле все это идет к тому, что в итоге новые районы, жилые, будут строиться с многоуровневыми парковками. То есть они там должны быть запроектированы, и все они лягут исключительно в цену квадратного метра жилья. Теперь внимание. Наша мечта о доступных квадратных метрах за 45 тысяч рублей. Ну, с другой стороны, слушайте, я опять-таки человек, у которого, вот приехав сейчас после съемки этой передачи домой на машине, я буду долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго искать место для парковки. Потому что здесь 4 ведра стоит, которые никуда не ездят уже второй год. Тут кто-то приехал с соседнего двора. Как быть? Если бы я точно знал, что я приеду, и мне не надо париться. Я приехал, поставил машину, и все. Кирилл, возвращайся к началу. Ты так и будешь искать места для парковки на места со сложившейся застройки. Эти нормативы, я так понимаю, не распространяются. Они распространяются только на новую застройку. И что это значит? Что купить квартиру в районе новой застройки можно будет с коэффициентом 3,8, наверное, мне кажется. Дайте я глубоко вздохну в камеру. Прощай, квартира. Прощай, соседский вай-фай халявный. Ну что делать? Ну как-то же надо будет выживать. Да, Петр Павлович. Как выживать-то, Петр Павлович? Работать. Четвертую работу искать? Ну вот эти нормативы, они приняты, и пересмотру не подлежат? Или нам... Ну, говорится, что якобы в них можно вносить изменения. Что это документ живой? Честно говоря, не знаю, каким образом это можно будет сделать. Тем более, что вроде как уважаемая организация разрабатывала эти нормативы. Будет ли это столь уважаемая организация доделывать эти нормативы в соответствии с техническим заданием? Ну ладно, пусть главное оставить 8 квадратных метров на пляже. Хоть какая-то радость у людей будет, свои 8 метров. Слушай, как раз машину поставить. Я вот и хотел, правда, сказать, буду на пляже парковаться, а что нет? Мои 8 метров, что хочу, то и делаю с ними. Что хочу, то и делаю, действительно. Время действия пароля от соседского вай-фая подходит к концу. Сейчас все придут с работы. Сейчас все придут с работы, да, и пока наш пароль действует. Кирюша, селфи на память. Давайте. Ничего, ничего. Меня тоже будут бросить на мои улицы. Меня за тобой не видно. Я так опять живу. А позвольте, что за тебя? Позвольте. Ну а на этом все. Через 7 дней мы снова увидимся с вами. Подключимся к соседскому вай-фа и обсудим самые яркие события следующей недели. Оставайтесь с нами. Пока. Всего доброго. И если у вас есть чем поделиться с нами, пишите нам. Мы обязательно это обсудим. До свидания. До свидания. До свидания. До скорых незабываемых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова